Девушки отдыхают Ведь иначе не отвяжемся Вот и Тамара Гварцители тяжело вздохнув Все-таки отправилась с дневниками Славянского базара на Витебский вернисаж Мы на свободе, мы на вернисаже Поначалу особой радости от нашего похода в глазах Тамары мы не прочитали Было жарко, душно, многолюдно, но певица терпела Да, произведение искусства, надо спрашивать, сколько стоит И давай тогда 15 копеек Вы настоящий директор Постепенно певица вошла в обкус И начала просто-таки активно приобретать произведение искусства Повторяя, к чему сердце стремится, то и нужно покупать Домашки тоже замечательные И такое ощущение, что у них есть запах и аромат Вот прямо видишься и почувствуешься Замечательно А можно пригласить автора? Автора в студию? Вы сейчас знали с Камерой, вы сейчас знали с Тамарой больше? Ну, не знаю Подвигался художник, но Гена его нашел, добился, достал И как-то я долго не могла от него отойти И, значит, раз тянет какая-то энергия, значит, это надо покупать Можно вот это Чтобы машина не подходила Ой, какая прелесть Спасибо Ой, спасибо большое Красота какая-то Спасибо большое Вот подарок Замечательный поход, потому что обычно восточные люди говорят, что все, успех проверяется на базаре Вот на такую ярмарку, когда попадаешь, чувствуешь, что люди тебя уважают Жизнь славянского базара в очередной раз, повторяем, весьма насыщена Мероприятий много От пресс-конференций, театральных встреч до кинопремьер У пишущей братья едва хватает времени на легкий перекус К примеру, в известном заведении под названием Арт-кафе Артистам экономить на своем желудке никак нельзя Фестивалей в жизни много, а здоровье хочется сберечь Поэтому к приему пищи отношение трепетное Я меню даже не просматриваю Самое главное, что здесь одни из лучших в Беларуси драников Олег Газманов утверждает, что всеяден и совсем неприхотлив Хотя стрепня любимой супруги не сравнится даже с самым лучшим рестораном И единственное, что Газманов совсем не переносит, это сгущенку На то есть причины Сгущенное молоко, потому что, когда я ходил в море Я закончил высшее инженерное морское училище И в качестве рефрижераторного механика пошел в рейс Сразу на полгода Я работал на аммиачных холодильных установках Аммиак вредная штука Фреон, аммиак И нам за вредность, якобы компенсируя здоровье То есть потерю здоровья, нам давали сгущенное молоко Положено было выпивать банку сгущенного молока в течение 3-4 дней Но так как не давали по банкам, нам давали сразу ящик Ну, что я сделал? Пробивал две дольки сгущенки и выпивал Короче, я в течение недели выпил, наверное, пол ящика И, по-моему, я отравился сгущенным молоком Короче, я этим сгущенным молоком месяц на горшок ходил Это ужасно Заглянем на кухню ресторана, чтобы убедиться в том, что готовят все, как полагается Как там граники для Олега Газманова? Олег, приятного аппетита! Не будем мешать! Участник конкурса молодых исполнителей, белорус Виталий Гордей Перед конкурсом старается не есть тяжелой пищи Основной упор приходится на овощи и соки Мне бы, если можно, грамм 200 шарданепла сухого И какой-нибудь яблочный сок, только не холодный Не очень теплый, но очень холодный И туда, если можно, дольку лимона Спасибо большое А вот у Димы Колдуна новых музыкальных конкурсов в ближайшее время не предвидится Да и концерт уже позади Так что можно себе ни в чем не отказывать Цезарь с морепродуктами Не, не надо цезарь с морепродуктами Давайте мне тартар из говядины Вот, а суп какой у вас вкусный Так вышло, что украинская певица Аня Лорак приехала в Витебск поздно ночью Но отужинать не вышло, все рестораны были уже закрыты Это сегодня, находясь в кафе, она с юмором вспоминает о том, насколько была голодна Вчера этого ничего не было Вот, ни бутербродов Сейчас я поела, поэтому я сейчас могу спокойно смотреть на еду Но вчера я была готова скушать просто, не знаю, всех, все Эх, знали бы поклонницы группы Чилси О том, что ребята оказались недокормленными и разочарованными Обязательно привезли бы кумирам чего-нибудь домашнего приготовления Я съел салат в гостинице, думаю, лучше бы не ел Я бы сказал салат Почему? Очень плохой салат или наоборот? Какой-то очень тревожный какой-то салат Не знаю, плохо себя чувствую после него Девочки, учтите на будущее Напоследок о главном событии Речь о заключительном дне международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2008» По результатам вчерашнего конкурса тройку лидеров возглавляет представитель Литвы Донатас Монтвидас Проситься, эту сил закрываю Я глаза закрываю В постуману плывая По аллеям за лицей За ним следует пламен Паток из Болгарии Третье место с одинаковым количеством баллов пока делят наш Виталий Гордей и россиянка Лена Валевская Мама, хожу и поезда встречаю Мама, как грустно мне, пусть любит твои О том, кто же победит в конкурсе, станет известно уже сегодня Я не знала, куда себя деть на самом деле Я боялась, что сорвется мой выгод, потому что сердце вытавливает Дуже рады сегодня побывать в этой стране Дуже рады спілкуваться с вами Познайомиться с величезной кількостью прекрасных людей Всем привет от Украины! Дякую! У нас у всех сейчас разница минимальная Поэтому вчерашний день это хорошо Но сегодня может все измениться И картина может поменяться полностью Осталось несколько минут до выступления И хотел бы вам сказать, что смотрите Славянский базар И хорошего вам вечера Совсем скоро я одену свой парадно-концертный костюм И выйду на эту сцену Я немножко волнуюсь Но я думаю, что у меня все получится И все это вы увидите на первом